Вчерашнее утро жительница дома по адресу 40 лет октября 19 Наталья Перязева называет, откровенно говоря, недобрым. Череда сильных дождей спровоцировала течь крыши, которую недавно начали капитально ремонтировать. Но теперь капремонт, похоже, нужен и внутри помещений. У Натальи сначала потекло в зале, затем в ванной и на кухне. Натяжной потолок от скопившейся воды глубоко провис. Вот это все, естественно, самой не пройдет. То есть я звонила в организацию натяжными потолками, они сумму не говорят, потому что, говорят, это нужен демонтаж. То есть вода сливается, это все сушится, потом заново натягивается. Ну, то есть даже не могут примерно сказать, какой ущерб это все составляет. Солнце заходит, приходится доставать фонарь, свет не горит, опасно. При этом, говорит Наталья, сотрудников УК обслуживающий дом пришлось ждать долго. Трудники в ЖЭУ письмо написали подрядчику. Написали письмо в комитет ЖКХ. Созвонились подрядчикам. Подрядчик сказал, что накрыл крышу. Ввязывались с подрядчиком. Написали письмо региональному оператору. Они принимают меры. Течь с провисшего от дождей потолка, отсутствие освещения, жалуется женщина. И единственные беды, которые случились с наступлением ремонта кровли дома. Еще помимо того, что у меня затопление в связи с ремонтом кровли, у меня повредились стояк. Когда была вода в отопительной системе, все просто потекло. Они, после того, как я сказала им это, они быстро слили воду и все на этом. У ответственных за капремонт мы решили узнать, будут ли они оказывать какое-то содействие в решении проблемы. Сегодня наш подрядчик выезжал на объезд, заходил в эту квартиру. Там они приехали вчера туда. Да, они закрывали над квартирами. Подрядчик приехал для того, чтобы слить воду с жирного потолка. Но, по словам Натальи, к ней приезжали только из УК. Из фонда капремонта не было никого. Сотрудники управляющей компании составили акт осмотра квартиры. Это поможет возместить убытки. Но когда это произойдет, вопрос открытый. Известно лишь, что капитальный ремонт кровли завершат к августу. Если убытки не возместят своевременно, говорит пострадавшая, она обратится в суд. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком.